День физкультурника – это праздник не только тренеров и преподавателей физической культуры. У любителей активного образа жизни также есть повод для того, чтобы провести день в движении и отметить праздник по-спортивному. На стадионе Икар прошел Большой городской день физкультурника, на котором собрались команды от организаций, а также все желающие саровчане. Мероприятие открыло торжественное шествие спортсменов, участников соревнований. Также на открытии праздника за активное участие в спортивной жизни города благодарственными письмами наградили работников предприятия. А для поднятия боевого духа гостям представили зрелищный номер по фланкировке «Казачьей шашкой». Это праздник тех, кто ведет себя правильно, кто хочет насыщенную яркую жизнь, сохранить свое здоровье. В Сарове огромные спортивные традиции. Наши тренера воспитали большое количество чемпионов. И сейчас в честь нашего города предоставляют очень большое число саровчан, и они представляют его достойно. И это число растет. И мы этому рады. Мы понимаем, что спорт в Сарове – это главное. Спортивный праздник проходил сразу на нескольких площадках. На одной из них юноши испытывали свои силы на последнем отборочном этапе турнира – атомный воркаут. Помимо классических подтягиваний, отжиманий на брусьях и силового двоеборья, любители спорта участвовали в спортивных конкурсах на призы атомного воркаута. В другой части стадиона участники Дня физкультурника сдавали нормы ГТО. А на футбольном поле в это время проходили традиционные ежегодные соревнования сотрудников НЕФ, РДС – «Резвый, дерзкий, спортивный». Здесь представлены почти все подразделения НЕФа. Очень много крупных, все подразделения представлены. И, конечно же, в этой общей борьбе рождается дружба, как бы странно это ни звучало, потому что именно командная борьба, именно интересные конкурсы несложные. Здесь нет ограничений по возрасту, нет ограничений по каким-то таким физическим показаниям. То есть тут не надо быть спортсменом, спортсменом. Как видите, шуточные, достаточно конкурсы, веселые, необычные, интересные. На площадке 14 команд соревновались в семи конкурсах – «Лошадиная бега», «Большой мяч», «Веселая гусеница», «Запуск РДС», «Пирамида», «Акробат» и «Футбол». Забавные задания не оставили равнодушными участников спортивного праздника. Впечатление очень классное. Мы прошли только половину из испытаний. У нас был бег на лошадях, якобы лошадях, также у нас была гусеница, и мы перекидывали большой мяч. Какие из этих соревнований больше всего запомнились? Запомнились больше всего на лошадях, потому что это было очень нелепо, но смешно. Фунтики из подразделений ТМФ участвовали в соревнованиях впервые. Успехи в конкурсах добавляли фунтикам азарта и желание победить. Благодаря слаженной работе команда на каждом этапе показывала высокие результаты. Давно уже не собиралась, потому что летом все-таки сложно собрать людей, но сегодня, наконец-то, мы в полном составе участвуем, заряжены у нас в отличные результаты. Мы готовы побеждать. ТМФ! По итогам РДС призеров наградили дипломами и призами. Все участники состязания также получили памятные подарки. Светлана Ярунова, Кирилл Новикевич, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.